Здравствуйте, дорогие телезрители! Игра «Думай, знай, познавай» снова с вами. Я и ведущий Кирилл Махров. Мы, как всегда, вышли на улицы нашего дорогого города Видное для того, чтобы задать пять заранее подготовленных вопросов. Мы эти вопросы готовили, и мы их обязательно зададим. Пойдем задавать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Диана. Диана, меня Кирилл зовут. Очень приятно. Есть такой вид спорта биатлон. Там на лыжах бегут, а еще потом стреляют по мишеням. Знаете, да, такой вид спорта? И знаете, вот что, если они промазали, то бегут в штрафной круг. Как вы думаете, сколько метров этот штрафной круг? Сто метров? Сто пятьдесят метров? Или пятьдесят метров? Пятьдесят. Пятьдесят. Уверены? Нет, все-таки сто. Сто. А может, сто пятьдесят? Нет, нет. Точно? А может, сто пятьдесят? Нет, нет. А на сколько уверены? На все сто. На все сто. Ну, правильно, говорят, сто пятьдесят метров. Это критское мифическое существо имеет человеческое тело, а голову быка. Человеческое тело, а голову быка. Представляете такое? Мифическое существо. Мужик рогатый. Козел. Это мифическое существо, то есть тело у нас получается человека, а голова быка. Как вы думаете? Это какое-то реальное животное, да? Нет, это не реальное животное, это мифическое, это мифология. На мэ начинается. На мэ начинается, на тавр заканчивается. Что-то знакомое, а вспомнить не могу. Понятно. Но я вам подскажу, это минотавр. Сколько раз спортсмен имеет право коснуться земли в тройном прыжке в момент пересечения контрольной линии до соприкосновения с песком? То есть тройной прыжок в легкой атлетике. Вот он разбегается и прыгает определенное количество раз, и потом приземляется в песок. Сколько раз он касается земли? Вроде бы... Сколько? Три. Это тройной прыжок, то есть вот он раз, потом делает шаг, а потом прыгает в песок. Сколько раз он касается, прежде чем до песка дотронуться? Два. Это правильно, два раза. Видишь, как все хорошо. В каком виде конного спорта на Олимпийских играх лошади дефилируют на публике, показывая всю свою элегантность, свои движения? Вариант ответов. Выездка, конкур или троеборья? Вот они вот показывают, как это называется. Вот они все из себя ведут, там такие все. Выездка. Выездка. Уверены? Ну да. Да. И вы правильно делаете, что уверены, действительно выездка. Героями какого произведения являются Атос, Портос и Арамис? Атос, Портос и Арамис. Какое произведение? А вот это я уже не читала. Ну, а вы могли фильм смотреть? Они на шпагах дрались. Подскажу, там еще Д'Артаньян есть. Д'Артаньян написал. Фильмов очень много снято. Ну, там, знаете, в названии три такие? Тремушкеттеры. Да? Тремушкеттеры, да? Ты уверена? Да. И это правильно, это действительно Тремушкеттеры? Ну, 20 баллов вы не набрали, но спасибо большое на большее количество. Вопросы вы ответили. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо большое. До свидания. Смотрите нас на телеканале Видное ТВ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!